У меня есть жизненное кредо, которому я совершенно неуклонно следую и которого никому не навязываю. Я очень сжато его изложил. Согласно этому кредо все, что происходит в твоей жизни, есть вызов, на которые надо отвечать. И чем какая-нибудь ситуация пакснее, тем сильнее должен быть ответ. Образом говоря, если у тебя на даче сгорела баня, надо построить дом. Если у тебя сгорел сарай, надо построить три дома и так далее. Надо всегда отвечать на все и на любую пакость, которые в твоей жизни происходят. Как отвечать? Это отдельный вопрос. И всегда надо рассматривать вот эту пакость как такое знамение позитивное, что тебе нечто не способно для того, чтобы ты на это ответил и вышел на новые рубежи. Вот таким микрознамением или чем-то еще была начавшаяся охота на мои передачи, которые осуществлял Ютуб. Сначала Ютуб еще притворялся, что он делает предупреждение, мы эти предупреждения деликатно принимали, переставали что-то выкладывать на время, которое было значено. Потом он просто убрал канал, а потом он стал охотиться за любыми передачами, которые выходят где угодно, на звезде или где-нибудь еще, с тем, чтобы это все сразу же убирать. И стало ясно, что там есть специальная директива, которая адресована лично вашему покорному слуги и всему, что он будет выпускать, всем его размышлениям, касаются ли они судьбы вида Homo sapiens или операции на Украине, не имеет значения. Вот так. Как к этому надо относиться? Во-первых, к этому надо относиться как к тому, что, естественно, это американский канал, ему естественным образом не нравится то, что я делаю. У него хозяева наконец обратили внимание. Ну и отреагировали так, как должно. Но пока не реагировали, пользовались. Когда отреагировали, надо отвечать на этот вызов. Второй вопрос. Как на это надо отвечать? И тут возникает очень серьезный, почти философский вопрос. Примерно такой. А вот, если мы что-то тут начнем делать сейчас свое, то замучаемся пыль глотать, и будет все это гораздо хуже, и не будет такой массовой посещаемости. Ах, ох, как же это делать? Надо каким-то другим способом пытаться там маневрировать. Это неправильный ответ. В сегодняшней жизни это неправильный ответ. Вот я так считаю. Наступает новая эпоха. Принципиально новая. Вот каждый день она демонстрирует тот или иной свой лик, или звериный оскал, или неважно, что оскал смерти. И никто не хочет этого видеть, потому что страшно видеть. А в этой новой эпохе значение имеет не количество людей, которые тебя смотрят, а количество людей, которые всерьез заинтересованы тобой. А это разные вещи. Эти миллионы, которые всегда ценишь каким-то способом в определенном типе жизни, они в новом типе жизни не означают ничего. Ноль. Означают, неважно, десятки тысяч или сколько угодно еще людей, которые действительно всерьез строят с тобой отношения на уровне того, что они хотят что-то понять, а ты им в этом помогаешь. Ты им нужен, и они нужны тебе. Вот эта взаимность и будет определять все содержание информационной войны в ближайшие десятилетия. Возможно, моя позиция кому-то покажется слишком экстравагантной, а кому-то слишком старомодной и так далее и тому подобное. Но это моя позиция. И действовать я буду, исходя из нее, как действовал всегда в жизни, и, между прочим, довольно многого добился. Так вот, начиная с настоящей передачи, выступать я буду только на своем ресурсе, но и на тех дружественных, которые будут отвечать каким-то моим представлениям о сегодняшней информационной ситуации. И все. Вот на этом моем, неважно, неудобном, не таком раскрученном или каком угодно ресурсе будет тысяча людей, значит, тысяча людей я нужен. Спасибо им, вместе будем строить отношения, более глубокие, чем обычно, в новой реальности. Их будет резко больше, вот значит, им я нужен. А все остальное в прежней ситуации могло быть очень и очень ценимо, а в новой ситуации эта цена равна нулю. Так я считаю, и считаю необходимым поделиться со всеми, кто смотрит эту передачу, этим моим представлением. Из чего она исходит? А из того, что наступило время плотных человеческих связей. Вот эти количества, бессмысленно носящиеся в воздухе, этот пар, этот газ, эта призрачная субстанция, эти туманы миллионов и миллионов, неизвестно как и откуда взятых, они уже ничего не значат. Значит, только ядра, способные стягивать эту очень вялую, рыхлую информационную субстанцию во что-то, имеющее отношение к завтрашним действиям и к настоящему серьезному усилию по пониманию чего угодно. Вот из этого будем исходить, кто-то скажет, что я в этом ошибаюсь, прекрасно. Если это будет ошибка, это будет моя ошибка. А если это не будет ошибкой, как обычно бывало, меня как-то интуиция редко подводила, то это будет мое новое понимание ситуации, моя новая реакция на то, что есть. Что вы предлагаете мне, коллеги? Ориентироваться на наши отечественные раскручиваемые возможности. Они не будут раскручены в этой ситуации. Пытаться как-то подлаживаться под эту американскую фигу. Это унизительно и контрпродуктивно. Просто замолчать. Столь же унизительно и столь же контрпродуктивно. Значит, вкладываться в то, чтобы твой ресурс мог решить твои и общенациональные задачи. Каждый день в это вкладываться. Вкладывать в это финансовые возможности, вкладывать в это труд, вкладывать в это одаренность по велику, она у тебя есть и так далее. И все. И ничего другого в этой ситуации делать нельзя. Теперь по поводу общего большого информационного поля. Я не могу сказать, что оно меня приводит в ужас. В ужас, настоящий ужас, оно меня приводило во время Первой Чеченской войны в 1994-1995 году. Когда вполне профессиональное новое частное телевидение господина Гусинского, именуемое НТВ, расстреливало русских солдат, воюющих в Чечне, информационными пулеметами, скорострельными своими, комментируя издевательские их действия, показывая, какое они ничтожество по отношению к тому, что происходит в героической Чечне и так далее и тому подобное. Это было отвратительно. Это было ужасно. Ничего подобного сейчас в информационном пространстве не происходит. Но это не значит, что это пространство является стратегически благополучным. Не является оно стратегически благополучным. Беседуя на одном из таких крупных каналов, я спросил человека, который очень яростно и убедительно отстаивает русскую правду в русско-украинском конфликте. И этим выполняет очень важную задачу. Я спросил, если вы будете дальше все время говорить о том, что каждый наш солдат – это чудо-богатырь, что каждый наш генерал круче Суворова и Кутузова, что все наши менеджеры, как главные, так и, так сказать, из второго разряда, по своим потенциалам, выше Рузвельта и неизвестно еще кого там, Бисмарка, да? Если все это так, то почему происходит то, что происходит? Почему вы должны будете каким-то образом на это ответить обществу? И прежде всего, его активу, от которого все будет зависеть. Когда Ленин говорил, нужно говорить массам правду, он имел в виду очень технологически важную вещь, что массы распознают ложь. Как говорят очень крупные, так сказать, деятели информационно-политического плана, у нас с вами могут быть разные интерпретации, но у нас с вами одни факты. Если на картах показаны некоторые результаты определенных отступлений, под Харьковом, например, то говорить по этому поводу, как у нас все в шоколаде, можно только для того, чтобы расторгнуть отношения с активом страны. А при таком расторжении выполнить какую-то установку, да? И при этом еще соскочить на хрен какое место в рейтинге. Но черт бы с ним с рейтингом, это отдельный вопрос. Актив будет потерян. Актив. Что вы дальше будете делать после того, как он будет потерян? Говорил идиотам. Первое. Совершенно не нужно хаять вакцинацию. Нужно дать высоким профессионалам, руководителям наших академических специализированных институтов свободно продискутировать в информационном поле. Вы заткнули рот всем, кто тогда имел альтернативную точку зрения. Назвали их врагами там, не знаю, антиваксерами, бог знает еще кем, в том числе нобелевских лауреатов. Сделав это, вы уничтожили в глазах всего мирового сообщества. тот последний непреложный авторитет, который был в мире. Авторитет науки. Вы хоть поняли, что вы сделали совместными усилиями с вашими подельниками из BlackRock, Vanguard'а и других структур? Дальше кому будут доверять, если уже не доверяют этой самой науке? Задумались о том, что произойдет после этого с человечеством и в вашей стране? И, наконец, большинство так называемых антиваксеров, хотя я до сих пор не понимаю, почему позицию, согласно которой академик Зверев и академик Гинсбург должны свободно дискутировать по российскому телевидению, надо называть антиваксерской. Вы назвали антиваксерами то консервативное большинство с которым в дальнейшем вам придется иметь политическое дело? Это вы с ним стали расторгать отношения доверия и пенсионной реформой, и этим компанией по вакцинации. А что завтрашнего дня вообще не будет? Вы расторгли, разрушили эти отношения, обрушившись на этих людей с хамскими высказываниями. Вы думали об этом, что потом будет завтрашний день, что потом сначала все расскажут про эти вакцины и что они искусственные, что именно творили крупнейшие инвестиционные фонды и те, кто к ним приверстан. Вы думали о том, что потом будут выборы, черт возьми? Или вот такие компании колоссальные, как нынешнее именуемое СВО? Вы понимали, что тут-то вам это доверие понадобится именно с этим контингентом? Вы зачем плевали в колодезь, из которого самим придется пить? Вы думаете, это бесплатное удовольствие? Вы думаете, вам это забыли? Это сглотнули, потому что понимают, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, но это совсем не забыли. Теперь снова люди едят некое неблагополучие, а вы его замазываете и говорите, что все в шоколаде. Люди перестают вам доверять. Вы хотите заниматься пропагандой, военной, в том числе, ради Бога. Тогда скажите правду и начните интерпретировать не так, как ваши противники, а так, как это нужно вам. Но когда вы замалчиваете эту правду, превращаете ее либо в бесцветную информационную жвачку, либо в непонятно какие выкрики, дальше-то что происходит? Дальше те, кто хотят что-нибудь знать, кто по-настоящему обеспокоен, обращаются к двум каналам. Во-первых, к противнику, а во-вторых, к своей личной переписке с теми, кто находится на местах. Это чревато очень неприятными последствиями. И главное внутри этих последствий, главный враг современной России, как в информационном плане, так и вообще, это так называемый шоколад, многолетний, осточертевший до предела, так называемый шоколад. Что не спросишь, какое-нибудь высокое лицо, тебе отвечают, у нас все в шоколаде, у нас все в 90-е, все в шоколаде, да? Дальше возникает вопрос 2000-е в шоколаде, 2010-е в шоколаде, теперь тоже все в шоколаде. Теперь этот беспилотник долетает до Кремля, тоже все в шоколаде. Что должно состояться, чтобы истребить главного информационного врага современной России? Шоколад! У него же есть какой-то источник, правда? Я давно говорил, что этот источник это современный конфликт между неврозом благополучия и инстинктом самовыживания. Шоколад это невроз благополучия. Слишком больно воспринимать, что все не так, как казалось. А боль эту терпеть не хочется и неизвестно, что будет, если ты будешь ее терпеть и неизвестно, что будет с обществом. Вот это путь в никуда. С этим надо распрощаться прямо, однажды и навсегда. Я несколько раз в достаточно серьезных местах обсуждал простую проблему. Я говорю, хорошо, вам трудно изменить движение очень мощных больших административных машин. Не знаю, производящих снаряды, переводящих снаряды, мобилизующих огромные контингенты. Хорошо. Но в каждой управленческой структуре есть звено, которое отвечает за интеллект. В каждой такие-то институты, такие-то академии, такие-то подразделения, они каждый день 24 часа в сутки или, не знаю, свой восьмичасовой рабочий ленивый день, должны заниматься только тем, чтобы думать. Только стратегией, только интеллектом. Пусть они находятся на втором плане, пусть они сейчас не так востребованы, но они же есть. Давайте хотя бы их активизируем, чтобы они ожили, чтобы они вышли из этой странной комы, странной спячки. мне на это отвечают, что для того, чтобы это сделать, нужно ответить на вопрос, как только ты оживляешь интеллект, что это все за хренотень, а когда отвечаешь на этот вопрос, то, во-первых, получаешь по шее от начальства, которое говорит, какая еще нафиг хренотень, а во-вторых, тебе самому так больно, что хочется только веревку мылить. Но ведь отвечать на вопрос, что за это за хренотень, придется теперь для того, чтобы не сгущать краски. Страна в начале правления Путина воевала в Чечне, называлась вторая чеченская. Страна эту вторую чеченскую блистательно выиграла. И мы сейчас видим, что результатом этого выигрыша является очень правильное и позитивное поведение Чечни в том, что касается конфликта с Западом. Удалось этого даже добиться. Во-первых, победой и отсутствием этого парада суверенитетов. А во-вторых, всего этого. Что в ходе этого конфликта, который Запад не так поддерживал, как сейчас поддерживают Украину? Мы наблюдали в Москве. Мы не наблюдали взрывы самолетов? Мы не наблюдали большие теракты? Мы не наблюдали Нордоста? Мы не наблюдали Беслана? Мы же прошли через все это. Все это по отношению к чему? В каком-то смысле взрыв беспилотника над Кремлем отнюдь не есть великое событие. И гораздо большего можно ждать. Потому что с той стороны большая действительно нацифизированная страна. Действительно объясняю еще раз. В этой стране есть главная ее поганая драгоценность. Она называется идеологизированный актив миллион людей. Это большой сплоченный идеологизированный актив. Называете вы его греко-католиками, западенцами или бандеровцами, необандеровцами. Не имеет значения. Он есть. Он маленький по отношению к населению. Ни на каких выборах он ничего взять не может. Но он есть. Он сплочен. Он взят под патронаж. А властью, которая воспользовалась неким доверием народа, самым поганым образом. Я имею ввиду народ Украины. И Б западом, который совершенно не боится того, что там черное солнце является главным символом, то есть главный знак гиммлеровского СС. И за счет того, что это миллион людей, на какие-нибудь 30 миллионов населения, мозги промыты чудовищным способом. И установлен психологический, информационный, концептуальный, всяческий террор с применением очень разработанной, очень мерзкой, очень подлой необандеровской идеологии. На этом все держится, на этом. Не будем преувеличивать результат всего этого, тоже достаточно расхлистанное население, и тоже оно не ахти как готово ложиться грудью на абразуру, но очень многое достигнуто. И это большая страна. Это страна, которая насыщена индустриальными объектами. Это специальный тип индустриализации, который осуществлялся и в до советскую эпоху, и в форсированном образом советскую эпоху, а потом еще разрушался в подсоветскому и превращался в такой, как какой-то ржавый криминальный субстрат. В этой стране идет война с использованием новых, колоссально больших по истребительной возможности средств вооружений. Это совершенно новая война. Это огромное событие в мировой жизни, ибо впервые какая-то страна бросила действительный вызов Соединенным Штатам и выдержала ответное давление Запада на протяжении более чем года. Это огромное событие мировой жизни, поворотное. И что кто-то думает, что в условиях таких событий враг не будет осуществлять все, что угодно? Или кто-то думает, что английские, немецкие, американские специалисты не будут обучать диверсантов и сами принимать участие в самых разнообразных диверсиях? Кто этот человек, который может это думать? это его высочество шоколад как совокупный ресурс. Нас ждут большие неприятности, несоизмеримо большие, чем те, которые уже есть. Подать по этому поводу в панику абсолютно бессмысленно. Вот этого и ждут. Ныть по поводу того, что ситуация на фронте чудовищная, бессмысленно, потому что это не так. Потому что в этой ржавой индустриальной чудовищной инфраструктуре, начиненной убийственными беспрецедентными видами оружия, тем не менее, наши героические солдаты, офицеры и генералы берут один дом за другим, берут один населенный пункт за другим. Харьковский позор преодолен. Уже отступление из Херсона было не таким позорным, как то, что происходило в Харькове, а то, что происходит теперь, есть героическая деятельность наших вооруженных сил и всего населения. И население это находится в соответствующем состоянии непрерывного патриотического подъема. Так в чем же дело? Что именно вызывает наибольшие вопросы? Отнюдь не эти частности, которым придается решающее значение, а и причина, по которой эти частности могут быть и то, что еще более существенно, чем сами эти причины. Дело заключается в следующем. Все разговоры о том, что у нас замечательное общество, которое мы построили, которое гораздо лучше Совка, что у нас замечательная армия, которая лучше Совковой и так далее и тому подобное, это разговоры людей, которые участвовали в разрушении определенного образа жизни определенной страны, а потом должны были сказать, что они это разрушили не для того, чтобы разрушить, как говорили мрази, они разрушили это для того, чтобы построить нечто еще более замечательное, и это называется национальная Россия, национально-буржуазная Россия и так далее, и так далее, тому подобное. Сказать сейчас, что построенная действительность на самом деле не может выдерживать долговременных вызовов, это значит ударить в эту самую невротическую точку, согласно которой мы построили нечто ну, 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 вот такое, что дальше некуда. И отсюда такую армию, да она за один день всех завоюет, да такая экономика, да такая система, это такая, откройте глаза и посмотрите, что на самом деле построено. Это же не факт, что не построено ничего, построено некое общество, некий уклад жизни, некая действительность, которая строилась все эти годы, конечно, подвхожденчество. зачем пытались купить мистрали или любые другие западные типы оружия, а потом мы уже входим в западную цивилизацию, зачем строили все эти газопроводы, которые потом взрывали, но мы же входим в западную цивилизацию, зачем насаждали западный образ жизни, а потому что нам предстоит войти туда, и мы должны быть такими же, как они, зачем все эти болоневские системы сокрушительные, зачем уничтожали свои конструкторские бюро, свою самодостаточную экономику, потому что теперь мировое разделение труда, все, что надо, купим, почему все мы должны, как идиоты совковые, все это иметь самостоятельно, зачем уничтожали мобилизационную систему развертывания, потому что она будет не нужна, такой войны же не будет уже, все, в какое состояние привели военно-промышленный комплекс, так у нас нет гонки вооружений, это совок гнал вооружение, так сказать, существовал эту поганую гонку, у нас за счет этого мирная экономика рухнула, Россия решила уподобиться Западу и провела в этом хожденчестве больше 30 лет, вы вдумайтесь в это, это новые поколения, это новые учебники, это новая прошу прощения за слово культура, это новая ментальность и так далее и тому подобное, и вот теперь вот это общество, вот это, а не то, которое а органично для России и б способно выстаивать, вот это общество, а не это, тянуто в самый самоубийственный конфликт со времен Второй мировой войны, оно в это втянуто, и сколько бы мы по этому поводу не выражали определенных чувств тех или иных, это факт, это факт. Этому обществу, этой реальности придется выстаивать. У нас другой нет, Сталин говорил, у меня для вас других писателей нет, у меня для вас другой реальности нет, ей придется выстаивать, и она выстаивает. Казалось, что она просто рухнет, а она выстаивает. Она вяжет рукавицы или сети, она посылает на территорию оборудование, дроны и все прочее. Представители этой реальности героически воюют и берут дом за домом в этой самой ржавой индустриальной инфраструктуре. Это же все факт, она выстаивает. Ее худшие качества, ее такая криминальная специфичность и прочее сыграли на плюс, потому что умеют мастера особых жанров, как говорил, мастера оригинального жанра экономического умеют обходить санкции и как-то эту реальность подкармливать, но она не способна выстоять в долговременном конфликте. Значит, все говорят, а он скоро кончится, а мы замиримся, а произойдет что-то еще. Вообще непонятно, о чем говорят, и те, и другие. С Украиной мне все понятно. Украина по-настоящему и ее западный куратор рассчитывает только на одно. На кипиш здесь. На такой подрыв внутриполитической стабильности, после которого страна развалится. Тогда Украина Бандеры и Запада успокоятся только тогда. У нее нет другого хода в этой игре. Хода нет хадис Бубей. Буби развал России. Все остальное только для этой цели. Информационная война нацелена на это. Диверсионные акты эти вонючие нацелены на это. Психологическая война нацелена на это. Только на это. Теперь когда кто-то говорит, что а вот мы там не знаю всех русских раскидаем и выйдем на границы 1991 года. И фиг ли будет дальше. Кто к власти придет? Предположим, что эту власть сковырнут. И какая придет? Ходорковский придет, Навальный, Пономарев. Во, хотите? Придет нечто гораздо более жесткое. И оно начнет готовиться к новой войне. Причем интенсивно. Не будет никакого шведского поражения под Полтавой. Будет мобилизационная волна. Если даже вы добьетесь этих своих целей, а этого никогда не будет. Теперь некое замерение. Ну и что такое замерение? Это лихорадочная работа двух военно-промышленных комплексов и подготовка к новым военным действиям с обоих сторон. Нет выхода. И поэтому бандеровская мразь и говорит, что единственный выход расчленения страны. А след за ним гражданская война, множественные конфликты, хаос, 30 стран, 20 стран, 10 стран и так далее. Об этом же все время говорится. А поскольку все-таки это общество стало гораздо разуменее, чем позднесоветское, то нет главного источника поражения России. Вы меня слышите? Главный источник поражения России существенным способом ликвидирован. Это главный источник, это упование на добрый, благолетный и любящий Россию Запад. Вот что было источником поражения Советского Союза. это разлитое в воздухе ожидание, что придет добрый дядя, вылечит и поможет счастливо жить. То, что это счастье разматривалось как поганое, отдельный вопрос. Скверной было накоплено очень много, но самое главное, что непоколебимое было ощущение дядя добрый, дядя поможет, мы с ним сольемся в объятиях и все на этой основе будет хорошо. Нету сейчас такого ощущения в решающих слоях российского общества. А там, где оно есть, оно уже стало не надеждой на то, что все будет хорошо и нас полюбят и нам сделают добро, а надеждой на то, что расправятся с омерзительными патриотами и возьмут нас полицаями под свою растеряненческую диктатуру. А с теми, кто надеется на это, в русском обществе будут разбираться очень круто. Никакого компромисса между этим и даже умеренно патриотически настроенными массами не будет. А значит и распада не будет. Весь вопрос заключается сейчас совершенно в другом. Что это за действительность и куда из нее и как можно тем не менее выйти, не обрушив ее. Из нее выйти во что-нибудь другое. Через обрушение делать нефига. Похороним под обломками еще 10 миллионов людей и выйдем. Но тут же попадем под оккупацию американцев. Значит, нужно не обрушая выйти в какую-то новую действительность. сейчас у нас есть три задачи. Я говорю это в день, когда взорвался этот самый дрон над Кремлем. Великий день шоколада. Первая задача спасти эту действительность, мобилизовать ее нужным образом, беречь ее, где можно тем не менее менять к лучшему, насыщать ее каким-то возможным и направлять ее на единственную цель победу. Вторая задача осмысливать, что такое эта новая действительность, она же другая жизнь. Начинать ее выращивать тут. Третья задача отслеживать и менять наиболее радикально меняющие в этой жизни кропления очевидно, деструктивно прозападного и ненужного даже этой жизни субстрата. Нам уже предлагают отменить классическую русскую литературу в школе. Нам уже говорят о том, что мы можем с 80% населения общаться только мемами и комиксами, что уже тексты читать не могут, и это, так сказать, стихийное бедствие. Вот с этим совсем надо бороться. В рамках вот этой реальности следующая задача. Прорабатывать и бережно осмысливать все, что внутри гражданского общества может создать другую жизнь. И это в конечном итоге выводит на очень крупные философские размышления. «А может ли Россия быть буржуазной? Ведь в сознании это либо она социалистическая такая, административная, бюрократическая, все регулирующая, либо буржуазная. А так ли это? Несочетаема ли русская фундаментальная антибуржуазность с какими-то очень бережно и деликатно используемыми, со словными принципами, с такими видами собственности, которые к этой классической, взращенной западом буржуазности не имеют отношения и одновременно открывают новые перспективы. И, наконец, самое главное, что же говорит страна не о многополярном мире, не о борьбе с чьей-то гегемонии. Все это замечательно, что она о человеке говорит. О человеке, который сейчас приговорен всеми этими искусственными интеллектами и многим другим, и которого просто разговорами руки прочь от этого не спасешь, нужны крупные прорывы именно в антропологической сфере, а значит и в сфере бытия, который этого антропоса создает. и в сфере культуры и во всем то, что многим не хочется называть совокупной духовностью, но что отменить невозможно, не отменив человека. И вот об этом мы будем говорить в следующих периодах. до сфере, и в следующей отменив